Привет всем, друзья, братья и сестры, благодать мир да приумножится Сегодня я хотел бы поговорить о инфралапсарианстве в противоположность супралапсарианству И почему это имеет значение? Есть ли какой-то смысл в том, чтобы даже обсуждать эти замудренные термины? Итак, инфра versus противоположность супрапозиции И в чем здесь разница, в чем здесь смысл? На днях был такой вот вопрос по поводу супралапсарианства и инфралапсарианства И у меня не было возможности на тот момент адекватно представить ответ Я подумал, что возможно, сделаю на этот счет подкаст Тем более, что из того, что я вижу, ну по крайней мере в печати, в интернете, в проповедях Этот вопрос освещается либо в таком свете, как если бы просто поразить аудиторию своими академическими познаниями Либо, напротив, для того, чтобы показать, насколько богословие бывает схоластическим и маловажным То есть благословие, которое не касается нашей реальной жизни и практического хождения Вот, я хотел бы, однако, показать, что это не так Что вопрос о инфра- или же супралапсарианстве Что это имеет отношение к сути Евангелия И поэтому важно нам думать даже об этом вопросе Может быть, это не самый практический вопрос Но это имеет отношение к Евангелию Божьей благодати Это имеет отношение к славе Христа в Евангелии Божьей благодати И поэтому об этом я решил поговорить, уделить какое-то время Только что я закончил сейчас для своей англоязычной аудитории подкаст Решил сделать его в первую очередь Потому что я немножко больше вкладываюсь и устаю Все-таки это не мой родной язык А потом уже для вас, друзья, сделать это на своем родном языке Итак, вначале об определении Что есть инфра-лапсарианство и супралапсарианство Это многосложные слова, которые берут из латинского Префикс инфра означает ниже или же после В то время как супра означает выше или же перед Выше или же перед Лапс... вот это лапсарианство, да? Лапсум на латинском означает падение В данном случае речь идет о грехопадении Итак, инфра-лапсарианство или же супра-лапсарианство Это диспут внутри кальвинистской школы богословия О том, какова логическая, не временная, а логическая связь В декретах или же вечных божьих изволениях Речь идет о изволении в предвечности Здесь люди часто делают ошибку Иногда инфра-лапсарианство представляет как учение Что Богу потребовалось ждать Он вначале сотворил мир Потом он допустил или попустил Или же предопределил грехопадение Какие бы слова вы ни использовали И после того, как произошло грехопадение Он решил подумать Да, наверное, понадобится Христос посредник И я изберу из общей массы грешников Некоторых ко спасению Таково иногда неверное Весьма часто встречающееся понимание инфра-лапсарианства Но и инфра, и супра верят Что эти божьи изволения или декреты Произошли до времени Перед началом всего В предвечности Речь идет о логическом порядке Не о временном Не о хронологическом Это очень важно помнить Более того Мы знаем, что поскольку Бог является И всеведущим И премудрым И существует такое понимание Как о простоте Бога Его изволение Его намерение Охватывает все дела Написано Ведомы Богу все дела Его от начала Они охватывают Начало и конец Поэтому мысль Божия Она является всеохватывающей Поэтому даже делить ее На какие-то фрагменты Это нечто человеческое Поэтому, когда мы говорим Даже о логическом порядке Здесь наблюдается некое Как бы наложение Человеческого порядка мысли На божественные И здесь Некоторые могут сказать Но зачем вообще Вторгаться в то Во что человеку Нечего вторгаться Кто познал ум Всевышнего Кто был советником Ему Можем ли мы всерьез говорить Или же всерьез обсуждать Порядок Или же череду Божьих вечных изволений И не является ли это Верхом Наглости Невежества И высокомерия Со стороны Такой мелкой твари Перед вечным Богом Как человек Который меньше чем Ничто Перед Господом Саваофа С одной стороны Это возражение Кажется весомым С другой стороны Я сейчас объясню Почему Тем не менее Эти разговоры Могут иметь важность Что касается Евангелия Посмотрите Речь идет Как я сказал уже В самом названии Об Логической связи Избрания К спасению И отвержения Или же осуждения К Вечному проклятию Либо После Предвиденного Или же учрежденного Грехопадения Либо Перед Изволением Допустить Грехопадения И даже Избрать Еще раз Для того Чтобы было понятно В инфралапсорианстве Декрет Избрания Или же Изволение Избрать Предопределить Некоторых Во кресте Происходит На фоне Уже Их Созерцания Как Грешников Как Падших Водами Он Избирает Грешников Они Созерцаемые Богом От Вечности Как Падшие Водами Соответственно Инфралапсис После Грехопадения Опять же Речь не идет О фактическом Грехопадении Которое Случилось Как В том Что Было Предопределено От Вечности Это Инфралапсорианская Позиция Супралапсорианская Позиция Говорит Что Избраны Или же Предопределены Во Христе Люди Которые Рассматриваются Как Творные Сущности И как Подлежащие Грехопадению Но Не как Грешники А лишь Как Литворные Люди То есть Как люди Которые Еще Появятся Скажете Ну и что Собственно Говоря До Или После Какое Это Имеет Значение Почему Это Важно Стоит Ли Об этом Говорить И Кто На самом Деле Был Там Кто Был Вместе С Богом Триединым Когда Он Сотворял Все Или Когда Он Замыслил Все Создать Чтобы Мы Могли С уверенностью Сказать Ребята Вот Эта Позиция Верная А Вот Эта Позиция Неверная У нас Есть Божие Откровения У нас Есть Слово У нас Есть Писание Которое Дает Нам Определенные Данные Исходя Из которых Мы Можем Приходить К Определенным Выводам И Имеет Смысл Говорить Инфра В противоположность Супралапсарианство И почему Это имеет Значение Я Перехожу К этому Прямо Сейчас Почему Это важно В Инфралапсарианстве Христос Появляется Логически Только По Факту Предвиденного Грехопадения В Инфралапсарианстве Как бы Первое Изволение Или Декрет Сотвориться Второе Допустить Грехопадение Третье Уже Предназначить Посредника Христа И избрать Некоторых В нем И хотя Мы говорим Что это Не хронология Это Логический Порядок Но даже В этом Логическом Порядке Христос Появляется Лишь Третьим Логически Третьим В то время Как в Писании Говорит Постоянно О нем Что он есть Альфа И Омега Первый И последний Начало И конец Все им Создано Через него И для него Создано В начале Эн Архей По-гречески В начале Сотворил Бог небо И землю Он есть Начало И он Он есть Безначальный Если Все Сотворено В нем И для Него То есть В сыне То Как может быть Такое Чтобы он Был Третьим Вот В этой Логической Череде Декретов Понимаете Да А В супралапсарианстве Это Порядок Восстанавливается Потому что Во Христе Мы Предопределены В нем В нем Мы Избраны Речь идет Об избранных От вечности В нем Сотворение И в первом Творении В нем В нем Совершается Даже Наше Грехопадение И когда Мы Падаем Мы Падаем На скалу Вечности Которая Становится Скалой Нашего Спасения И он же Приходит К нам Во спасение Именно Поэтому Очень важное Богословское Соображение О Христе Писание Говорит Не только Как О Сыне Но Как То есть Мы Подразделяем Допустим Вы знаете Богословие Богословие Онтологическое То есть Троица Как она В себе Эт Интра И Троица Экономическое То есть То как Она Действует Во времени В искупительной Истории Мы знаем Что Сын Не всегда Был Христом Не всегда Имел Плоть Он Обрел Плоть Во времени Однако Предназначен Он Был К сему До Основания Мира И если Писание Говорит О Сыне О Христе Как Об Агнце Заклоном От Создания Мира Это Означает Что Он Уже Преждевековых Времен Также Вот В этом Предвечном Созерцании Предстает Как Страдающий И пострадавший За Грехи И народа Это Кстати Косвенно Говорит О том Что Грехопадение Не могло Быть Случайностью Оно Не могло Быть Случайностью Оно Не могло Быть Просто Каким-то Полудопущением О котором Неохотно Говорят Армениане Что Это Было Предвидено Но Это Не Было Запланировано Но Конечно же Бог Знал Он Предвидел Но Это Никоим Образом Не могло Входить В Его Планы Каким Образом Это Не могло Входить В Его Планы Если Если Христос Адам Адам Никогда 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 Не предназначался Для того Чтобы Жить Вечно В этом Эдемском Саду Но Первый Адам Перстный Конечно же Должен был Пасть И Уступить Место Чтобы Открылся Путь Для Адама Второго Последнего Небесного Духа Животворящего Который Сделает Так Что И Первый Адам Будет Иметь То Что Никогда Бы Не смог Получить Если Бо Он Просто Оставался Первым Адамом В саду Понятно Да Обычно Инфралапсарии Кстати Я должен Заметить Что Инфралапсарианство Является Абсолютным Мнением Большинства Среди Так Назоваемых Кальвинистов И Большинство Учебников По Систематическому Богословию Написаны Инфралапсариями Луи Берков Инфралапсарии Джонатан Эдвардс Был Инфралапсарием Покойный Арси Спролл Был Инфралапсарием Его Учитель Джон Горстер Был Инфралапсарием Я могу Сейчас Продолжать Этот Список Очень Долго Большая Часть Известных Кальвинистов С большими Именами Является Инфра Кстати Материалы Я использовал В подготовке К обсуждению Этого Вопроса Написанный Кевином Ди Йонгом На сайте Gospel Coalition Он написал Небольшой Материал Вот как раз Об различиях Между Инфра И супра Он сам Объявляет Себя Также Инфралапсарием Что никак Не удивляет Большая Часть Кальвинистов Является Инфралапсариями Вот И супра Является Меньшинством Их не так Много Можно на пальцах Перечесть Одной руки Значительных Супралапсариев Прошедшего 20 века Это конечно же Гордон Кларк Герман Хуксима Туда Относят Также Роберта Реймонда Он написал Неплохой Учебник По систематике В конце В середине 90-х Годов Есть Другие Имена Менее Значительные Скорее всего Вам Не будут Они известны Вот Но хотя Всегда Остается Определенное Облако Свидетель Людей Которые Свидетельствуют И об Абсолютном Всевласти И о Христоцентричности Божьих Декретов И вот Второй О чем Крупный Пункт О чем Я хотел Поговорить Кроме Объяснения Так сказать Самой терминологии И о чем Это Чего Это Касается Теперь Переходим К Все больше И больше Движемся В сердце Евангелия Инфралапсарии Говорят Мы Представляем Более Умеренный Кальвинизм Который Старается Не представить Бога Автором Греха И Который Делает Бога Справедливым И Подчеркивает Его Милость Например Кевин Дион Ссылаясь На Девятую Главу Послания Кремлинам Он Говорит Что Там Павел Говорит О сосудах Милости Сосудах Милосердия Милость Предполагает Предваряющую Вину То есть Так сказать Отрицательные Заслуги Человек Заслуживает Худшего Он Преступник Но Бог В качестве Небесного Царя Милует Значит Если Сосуды Милосердия Или Сосуды Милости Они Предполагают Предварительную Вину В Адаме Значит Эти сосуды Милости Сделаны Из Куска Глины Виновного Адама Такова Аргументация Традиционная Аргументация Всех Инфралапсариев Всех Времен И народов Интересное Дело Когда они Пытаются Таким Образом Как-то Смягчить Дело Они Забывают О том Что Аргументация Павла В этой Главе Отнюдь Не является Инфралапсарианской Но в первую очередь Мы должны Конечно Сказать Если кому-то Из Кто-то Будет смотреть Это Являясь Армениалем То есть Веря в Свободную Волю В спасение По предвиденной Вере В ангельском Послушании Конечно Будет Шокирован Некоторыми Вещами Но в первую очередь Таких людей Должен шокировать Сам апостол Павел Потому что Незримые Оппоненты Апостола Павла Понимали Его Гораздо Лучше Чем Многие Из Сегодняшних Христиан Которые Читают Послания Апостола Павла Потому что Оппонент Апостола Павла Говорит Он Говорит Ты Скажешь Мне То есть Это Павел Говорит Ты Скажешь Мне За что Еще Обвинять Ибо Кто Противостанет Воле Его Вот этот Незримый Оппонент Апостол Павел Прекрасно Понимал Что То Что Говорит Выше Павел Что Бог Кого Он Хочет Он Милует И Это Зависит Не от Желающего Не от Подвязающего Незримого Согласно Согласно Его Изволению Это Его Прерогатива Он Бог Он Кого Хочет Того Он Милует Кого Хочет Он Ожесточает Исходя Из Сказанного Выше Этот Оппонент Говорит Павлу Так За что Еще Бог Осуждает Как Же Может Происходить Божий Суд И Наказание Если По Факту Никто Не Может Противостоять Воле Бога Ибо Бог Кого Хочет Ожесточает А Кого Хочет Милый Этот Оппонент Прекрасно Понимает О чем Говорит Павел В отличие От многих Современных Евангельских Христиан Но Обратите Внимание Как Павел Отвечает В первую Часть Если Б Павел Был Арменианином Из ЕХБ Он Сказал Слушай Бог Джентльмен Он Своей Воле Конечно Действует В небесном Вольстве Однако Что касается Нас Людей Он Дал Нам Свободную Волю Он Не Вторгается Он Лишь Нежно Стучит Он Дает Всем Шанс В конце Дня Зависит От Тебя Конечно Павел При этом Абсолютно Перечеркнул Все Что Написано Выше Но Так Полагает ЕХБ Не Так Говорит Апостол Павел Павел Не Говорит Он Дал Всем Свободную Волю И От Человека Зависит Бог Джентльмен Павел Этого Не Говорит Он Еще Кое Что Не Говорит Мы Должны Здесь Заметить Он Не Говорит Как Инфралапсари А Инфралапсари Сказал Бы Так На Слова Оппонента И Так За Что Еще Обвиняет Ибо Кто Противостоит Воле Его Инфралапсари Павел Сказал А Ты Кто О Грешник Что Споришь Богом Общую Погибель Падшей В Пратце Адами Не Заслуживаем Ли Мы Все Общего Нам Наказания Если Бог Решил Избрать Некоторых Из Общей Массы Грешников Не Является Ли Это Вопросом Его Божественной Прерогативы И Милосердия Но Заметьте Что Павел Не Говорит Этого Что Говорит Апостол Павел В Ответ На Это Возражение Которое Кстати Обратите Внимание Оно Не Изменилось За Все Эти Две Тысячи Лет Пелагиане Все Кто Ненавидит Все Власти Бога Постоянно Говорят За Что Еще Обвиняют Ибо Кто Противостанет Воле Поскольку Никто Не Может Противостать Воле Как Он Смеет Судить Человека Если Человек Лишь Глина В Руках И Вот Что Говорит Апостол Павел А ты Кто Человек Что Споришь С Богом Опять же Он Говорит Грешник Он Ссылается На Тварность Человека На то Что Человек Есть Лишь Человек Ты Кто Человек Что Споришь С Богом Изделие Скажет Ли Сделавшему Ему Его Зачем Ты Меня Так Сделал Не Властен Ли Горшечник Над Глиной Чтобы Из той Жи Смеси Сделать Один Сосуд Для Почетного Потребления А другой Для Низкого Вопросы Риторические Конечно же Властен Божественный Горшечник Имеет Полную Власть Прерогатива Это Его Божественное Право Поступать Со Своими Изделиями Так Как Он Хочет И Обратите Внимание Из Одной И той Жи Смеси Из Не Падший Адам Адам Просто Творной Здесь Не идет Речи О грехе Адама Здесь Не идет Речи О вине Нашей Инфралапсарии Апеллируют Сразу Они хотят Таким образом Оправдать Бога Сделать Такую Феодесию Теодесию То есть Оправдать Бога Но нам Не нужно Оправдывать Бога Бог Сам Себя Оправдает Нужно Не идти Дальше Писания А идти Вместе С ним Павел Не пытается Смягчить Божье Изволение Он Говорит Слушайте Вы Кто Ты Кто Человек Что Споришь С Богом Кто Ты Есть Он Не Сылается На грех Говорит Не власть Или горшечник Чтобы Из одной И той же Глины Из Праха Земного Из Творного Адама Не из Адама Падшего Не из Греховной Глины А просто Из Праха Земного Сделать Сосуды Для Милости Для Почетного Потребления И Сосуды Для Низкого Потребления И все Он Здесь Сводит К тому Что У Бога Есть Это Право Закон И Прерогатив Потому Что Он Есть Бог А мы Нет Мы Лишь Человеки Таков Аргумент Апостола Павла И мы Должны Его Держаться И Таким Образом Девятый Глава Послания Коринфянам Не только Не поддерживает Инфралапсарианский Взгляд Напротив Утверждает Супралапсарианское Воззрение Вот 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 Еще Еще Одно Соображение Касательно Всего Этого Дебата В Первом Послании Коринфянам В Одиннадцатой Главе Павел Говорит О Естественной Иерархии Или же Своего рода Цепочки Авторитета Или Власти Который Существует Он Говорит Что Глава Жене Муж Жена Стоит Под мужем И он Говорит Что Не муж Создан Для жены Но Жена Для мужа Да Интересно Что В Инфралапсарианстве Этот порядок Меняется В Инфралапсарианстве Муж Создан Для Жены В Инфралапсарианстве Муж То есть Христос Ибо Муж Является Прообразом Христа Муж Создан Для Жены То есть Церкви Ева Матерь Всех Живущих Является Первым Прообразом Церкви Адам Является Образом Христа Ева Является Образом Церкви В Инфралапсарианстве Адам То есть Человек Он Логически Появляется Только В тот Момент Когда Жена Падает До Этого Он Как бы Не Нужен И Жена На самом деле Могла бы Продолжать Так В саду Если бы Не Пала В то Время Как Писание Говорит Не Муж Для Жены Но Жена Для Мужа И Жена Взято От Мужа Обратите Внимание На Летопись Сотворения Евы Во второй Главе Книги Бытия Бог Наводит Глубокий Сон На Человека На Адама Он Впадает В сон Этот сон Является Образом Типом И указанием Смертного Сна Мессии Христа Который Должен Уснуть Сном Смертным Для Того Чтобы Потом Пробудившись Увидеть Увидеть Церковь Плод Страданий Своих На Подвиг Души Своей Будет Смотреть Сдовольством Он Найдет Удовлетворение В этом Том Что Он Перенес Описание Сотворения Евы Как бы Соответствует Этому Адам Входит В этот Сон Бог Извлекает Из него Берет Сторон Или Ребро Его И Сотворяет Еву Он По пробуждению Говорит Вот Кость Откостимая Плотят Плотимая Она Будет Названа Женщиной Бо Взятой От От Мужа Это Величайший Образ Христа И Церкви Который Павел Использует Посланник Ефесянов В пятой Главе Он Говорит Что Христос Любит Церковь Потому Мы являемся Частями Его Мы Кость От Кости Его И плоть От Плоти Его Мы В органическом Союзе В нем В нем Избраны В нем Сотворены В нем Искуплены От Начала Это Как раз Таки То Чем я Говорю Когда Поминаешь Что Инфра Лапсарианство И супра Лапсарианство Этот дебат Не является Лишь Академическим Каким-то Схоластическим Для Каких-то Там Высших Умов И что Некоторые Умы Которым Делать Нечего Академики Вот Они Рассуждают О таких Вещах Это Подобно Вопросу Сколько Ангелов Поместится На стри Иглы И может Ли поднять Бог Создать Бог Камень Который Сам Не поднимет Вот Такого Рода Схоластические Дебаты Это не Схоластика Возлюбленные Это имеет Отношение К нашей Вере В Евангелие Несмотря на то Что сами Термины Могут Показаться Мудренными И даже Трудно Выговорить Обычному Русскому Человеку Сейчас Я хотел бы Сделать Небольшое Отступление Наверное Лет 18 Около Меньше 20 лет Назад Мне довелось Как-то Я в бытность Много Переводил Всяким Заезжим Богословом Пастором Учителем Различным И поскольку Работал Переводчиком В основном Где-то Возле Или около Церквей Меня приглашали На семинары Я преподал В церковных Школах И так далее И вот Как-то Приезжает Очередной Американский Спикер Пастор И я должен был Ему переводить В определенной Обстановке Он говорит Ты не переживай Ринат Он первый раз Меня видел Но он так Несколько Свысока Ставил Я не буду Использовать Очень сложный Терминологии Я не буду Использовать Таких слов Как например Супрлапсорианство Сказал на английском Вот Я сказал Вы можете Использовать Пожалуйста Я хорошо Осведомлен Я знаю Что означает Этот термин Я на самом деле Я являюсь Одним из представителей Этого ужасного Супрлапсорианства И вы можете Использовать Это в проповеди Никаких проблем Нет Он очень сильно Удивился Он хотел Это использовать Просто как Некую Такую Схоластическую Вещь Фишку Которую Можно похвалиться Вот видите Какой я академик Насколько образованный Вот Но вышло На самом деле Скорее наоборот Я Скорее всего Я даже на тот момент Был лучше осведомлен И последующая наша Дискуссия Об ограниченном Искуплении Показала Что он являлся Обычным Арменианином Хотя Он позиционировал себя Как В кавычках Умеренный Кальвинист Ну в общем У меня Происходили Такого рода Случаи Которые иногда Оживляют Воспоминания И являются Такими забавными Вот Но это Что касается Самой сути Итак Поскольку Христос Является Альфа и Омегой Началом и концом Первым и последним Логически Он не может Появиться В череде Декретов Где-то Вторым или Третьим Это невозможно Но в инфралапсарианской Схеме Так и происходит Теперь Вот еще Очень важное Соображение Оно Взято Из рассуждения Германа Хуксема Выдающего Супралапсари 20 века Который Таким образом Говорит об этом Смотрите Инфралапсарианская Схема Обычно Легко Воспринимается И люди Часто Кивают Головами Говорят Да это Нам Понятно Потому что Инфралапсарианство Представляет События Так Как они Фактически Происходили В истории Вначале Бог сотворил Небо и землю Верно Потом Происходит Грехпадение Потом Еще В саду Дается Первое Протоевангельское Обетование Послать Семя Жены Который Поразит Змея В голову И начинается Последующая Искупительная История Разделение Языков Потом Призвание Авраама И прочие Прочие Вещи Происходят Так вот Это то Как происходила История Хуксима Говорит Инфралапсарианство Представляет Это так Как это Происходило В летописи Он говорит Но Мы должны Помнить Что Планирование Чего-то И фактическое Осуществление Запланированного Является Зеркальными И он Поясняет Таким Примером Например Я У меня Появляется Мысль Построить Дом Для себя И своей Семьи Вначале У меня Появляется Вот эта Мысль Этот Замысел Или же Это Видение Дома Дома Где будут Счастливы Я И моя Семья У меня Складывается Вот это Созерцание Окончательной Цели Дом Где я И моя Семья Счастливы Потом Я начинаю Думать Окей Этот дом Чтобы он Был Вот Таких Размеров Чтобы он Стоял В таком То месте Чтобы он Был Вместительный Чтобы у него Было то Чтобы у него Был подъезд Чтобы у него Была клумба Или сад Или то и другое Я начинаю Продумывать Детали И уже Ближе к концу Продумывания Этого Плана Мысли Конечно Дальше Нужно Будет Обозначить Территорию Вырыть Котлован И залить Фундамент Но Когда я Фактически Осуществляю Этот замысел Дома То первое Что Конечно Одно из первых Вещей Не сам Первых Но одно из Самых первых Вещей Значительных Это Рытье Котлована И заливка Фундамента Но это Не значит Что Мои Изволения Или же Замысел Мой Определение Что в первую очередь Вырыть Яму Залить Фундамент Построить Стены Вставить Окна Поставить Крышу И так далее То есть Осуществление Замысла Оно Всегда Если хотите Инфралапсарианское Но сам Замысел Он идет От Конечной Величественной Цели И возвращается К тем Шагам Которые Потребуются Для Исполнения Этой Конечной Цели Понятно Да То есть Даже В этом Смысли Супралапсарианство Является Не знаю Более Логически Внятным И более Рациональным Не говорю О том Что имеет Значительное Подкрепление Писания Которое Говорит И о Предопределении В нем И которое Конечно же Говорит Что из Одной Смеси Угодно Ему Было Сделать Сосуды Для Почетного Потребления И для Низкого Ей Таково Было Его Благовление И в Конечном Итоге Всевласти Бога Бога Вышнего Бога Единого Бога Живого Единого Премудрого Бога Нет Иного Славного Бога Который Творит Все Что Хочет И на Небесах И на Земле И во Тем Которому Благоугодно Было От Всей Вечности Созерцать Нас В Нем В Нем Избраны Мы В Нем Сотворены В Нем Искуплены И В Нем Прославлены Потому Супролапсариатство Является Последовательным Прямоходящим Библейским Богословием В то время как Инфролапсариатство Является Хромлющим Изобретением Человеческим Которое Кстати Ведет К другим Воззрениям Которое Бросает Тень На Первенство Превосходство Христа И Мудрость Этого Премудрого Бога Вот вам Пример Инфролапсариане Те Которые Исповедуют Инфролапсарианство Как Правило Как правило С некоторыми Исключениями Верят В так называемый Завет Дел И вы можете Понять Почему это Происходит Если вы В фролапсарианстве Вначале Как бы Декрет Или же Изволение Сотвори Все Потом Декрет Допустить Грехопадение И только Потом Послать Христа Посредника И избрать Некоторых В нем Получается Так Что Вот этот Первоначальный Этап Он не Покрывается Посредничеством Христа Христос Вообще Появляется Вторым или Третьим Третьим Да Фактически Вот в этой Логической Череде Мыслей И получается Так Что Гипотетически Если бы Адам и Ева Соблюли Условия Этого Так называемого Первоначального Завета Дел Как они говорят Могло бы Произойти Так Что Пройдя Вот этот Пробационный Период Какой-то Об этом Говорит И Бёркхов И большинство Традиционных Реформатских Богослов Могли получить Подкрепляющую Благодать И перевести Себя И всё Человечество В чреслах Адама В высшее Состояние Неотпадности И небесной Жизни Без креста Без креста Без второго Адама Первый Адам Въезжает На небеса И в чреслах Его Всё Человечество И вот ещё И вот ещё Соображение И избранный И отверженный Получается В Инфралапсарианстве Первоначальное Избрание Должно было Быть В первом Адаме А не в Последнем И оно Должно было Быть Условным Поскольку Завет Дил Говорит Что в Адаму Была Обещана Жизнь Вечная А в Нём В чреслах Его Всему Человечеству При соблюдении Им Вот этой Заповеди Не вкушать От дерева Которого Бог говорил Ему Не есть Если бы Он соблёл Это условие Он бы Спас Подожди Рина Там речь не идёт О спасении Они ещё не находились Но перевёл Бы Вот в это Состояние Когда Уже Не нуждался Бы человек В том Чтобы жить Под Тенью Вот этого Меча Правосудия В день В который ты Вкусишь Его смерть И умрёшь Чаус Хардж Луи Бёрков Я не могу вам Сейчас перечесть Всех богословов Которых я В своё время Лопатило читал В реформатской Традиции Которые К моему Изумлению Говорили Об вот этом Пробационном Периоде Где человек Получил бы Большую благодать И неотпадность По завершении Вот этого Испытательного Срока И тогда Чисто Гипотетически Но в то же время Как бы и реально Мы имели бы Мы имели бы Целую планету Радующихся Человеческих Существ И возможно Даже Рай на земле Одна маленькая проблема Все это было бы Завет Существует Существует Он лишь Различные термины Подумайте о следующем Величайшая Высочайшая Мыслимая Власть Во вселенной Бог всемогущий Бог сил Господь Саваоф Всемогущий Всеведущий Суверенный Владыка Над всем Если Он Попускает Чему-то Быть Это Непременно Будет Именно Так И не может Быть Иначе Если Высочайшая Власть В стране Президент Дает Какое-то Повеление Бывает Конечно Ситуации Когда это Не исполняется Но если К этому Прилагается Печать Или он Властно Повелевает Чтобы что-то Произошло По крайней мере Будут какие-то Попытки К тому Уж Насколько же Больше Когда мы Говорим О Боге Вышнем Если Он Определяет Что Чему-то Быть И поскольку О Христе Говорится Что Он Агнец Заклонный От Создания Мира Это означает Что Ничего Не могло Быть Такого Чтобы Он Не Предстал Как Агнец Заклонный До Создания Мира Ибо Надлежало Христу Так Пострадать И Войти В славу Потому Что Предвечное Намерение Божие Было Прославить Имя Свое В похвалу Благодати Своей Во Христе И в справедливом Осуждении Прочих Отвержение Декрет Об Отвержении Заключается В смысле В том Что Некоторые Не Избраны В Нем Те Кто Избраны Во Христе Они Вместе С Ним И наследуют Потому Что Они Части Его Когда Павел Говорит В Нем Это По-настоящему Подразумевает Органический Как бы Союз Соединенность Тела И Главы И Как Такое Могло Быть Возлюбленный Что Есть Тело И Нет Главы Главе Даже Незачем Приходить Потому Что Тело Прекрасно Само По Себе Поживает А Это Хотя И Гипотетическая Вероятность В Инфралапсарианстве И В Так Называемом Завете Дел По Этим Вот Причинам Только По Этим Причинам Мое Предпочтение Решительное На стороне Супралапсарианства И Не Потому Даже Что Я Хочу Подчеркивать Двойное Предопределение Или Безусловность Избрания Разумеется Это Так Разумеется Избрание Безусловно Избрание Ко Спасению Абсолютно Подразумевает Неизбранность Прочих Это Просто Логически Следует Плюс Предполагает Предполагает Так Сказать Минус Это Все Следует Но Самое Главное Слава Христа Слава Христа Является Определяющим Фактором Вот В этих Спорах Потому что В одной В одном Из этих Взглядов Христос Представит Как Истинно Первый Последний В то время Как Другой Взгляд Представляет Христа ЛИШ Как Чрезвычайный МЧС Как Может быть Несколько Вынужденный Шаг По Причине Предвиденного Огрехопадения Который Как бы Не является В этом Случае Обязательным В случае Инфралопсарианства Надеюсь Что Вот это Обсуждение Помогло Хотя бы Некоторым Из вас Первый Уяснить Что Такое Собственно Говоря Инфра И супралопсарианство В чем между ними Разница И почему Это имеет Значение Для вас И для нас Каковы Ваши взгляды На этот счет Господь Да благословит Нас Да благословит Нас Господь Чтобы мы Истинно Возрастали В познании Призвавшего Нас Дабы мы Славили И благодарили Его еще больше Ныне И во всю Вечность Ибо Он един Достоин Всей хвалы Чести Поклонение Триедины Наш Бог Отец и Сын И Дух Святой Через Иисуса Христа Аминь Продолжение следует...